Строители стадиона Самара-Арена не будут платить налог на имущество. Льготу одобрили депутаты Самарской губернской думы. Она будет действовать с января следующего года и до момента передачи стадиона в собственность области. На последнем в этом году заседании областные парламентарии сосредоточились и на социальной сфере. Так, семьи, воспитывающие трех и более детей, в том числе установленных и приемных, будут пользоваться теми же льготами и получать ту же поддержку, что и многодетные семьи. Таких семей в регионе больше 400. Одобрили и еще одну инициативу. Теперь многодетные родители не будут платить транспортный налог на один автомобиль мощностью 110 лошадиных сил. Раньше лимит был только 100 лошадиных сил. Дополнительную поддержку получат и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые учатся в выпускных классах. К окончанию школы им выплатят по 5000 рублей. Появится в регионе и еще один праздник. Поздравлять будут не только матерей. Ежегодно в первую субботу ноября будут отмечать День Отца. Изменения внесли и в бюджет этого года. Сократили часть расходов. Сэкономленные деньги, а это больше 500 миллионов рублей, пойдут на поддержку профессиональных спортивных клубов Самарского региона. Мне хотелось подчеркнуть очень серьезную и активную и большую работу совместно с правительством Самарской области по отработке и принятию бюджета. Самарская губернская дума является лидером среди других субъектов Российской Федерации по законодательным инициативам, которые направляются в Государственную думу. И мы являемся лидерами с точки зрения поддержки вот этих инициатив Государственной думы. Перед Новым годом подвели и итоги работы. Губернская дума в уходящем году не только обновилась, но и приняла полторы сотни областных законов и больше 350 постановлений. В Государственную думу направлено 13 проектов федеральных законов. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.